Всем привет! Вы на канале СуперКит. Собралось у меня тут несколько мелких и дешевых, но интересных вещей, на каждое из которых отдельное видео делать бессмысленно, а вот все вместе можно и показать. Итак, первое, что распакую, это такой вот подавитель фона от заземления. Причина заказа такого устройства, я когда-то собирал беспроводной микрофон с помощью Bluetooth приемника и передатчика, кому интересно, ссылка будет в описании. Не сказать, что мне лично нужен именно такой беспроводной микрофон, просто меня в комментариях спрашивали, как это будет работать и будет ли вообще такая схема работать. Вот и посмотрел сам и другим показал. Так вот, в случае, пока я держал всю ту схему в руках, оно работало идеально. А как только отпускал, появлялся этот самый фон. Возможно, если бы у меня было ферритовое кольцо, оно бы помогло. Но проверить нечем было. А тут гулял на просторах всем известного китайского интернет-магазина. И мне попалась такая штука, которая должна подключаться в разрыв цепи между наушниками или колонками и устройством воспроизведения звука. То есть магнитолой, проигрывателем или компом. Смысл ее в том, что между гнездами есть трансформаторы по одному на канал, если верить распайке, которые убирают прямое соединение между ними. И типа шумы не должны передаваться. Получается, что я собрался использовать немного в обратном направлении. То есть у меня будет между микрофоном и входом в устройство записи, которым является мой комп. И вот я попробовал и скажу, что у меня наоборот шумы только усилились. И качество стало хуже. Возможно потому, что я не по назначению использую, но как по мне это не должно влиять. При том, что без этого шумоподавителя голос записывается в качестве, в котором меня слышно сейчас. Как-то и шумы пропали куда-то. Возможно потому, что блютуз-передатчик у меня сейчас другой. Не такой, как в том видео. Собственно говоря, в отзывах люди также разделились. Кто-то утверждает, что фон пропал, а кто-то, как и я, говорит, что только добавился шум. Проверить именно так, как заявлено, нет возможности. Потому что у меня нигде больше нет необходимости подавлять фоновый шум. Все устройства работают отлично. Такой девайс имеет разные модификации. Есть, как в моем случае, когда можно подключать не только 3,5 мм миниджек, а и 3-х пиновый коннектор для монтажа в какую-то систему воспроизведения. А есть уже в корпусе, где только гнезда под миниджек. Одно добавлю точно, либо из-за внутреннего сопротивления катушек, либо из-за резисторов, но уровень громкости через такой адаптер падает. Следующее устройство, которое я заказал, это переключатель входов аудио. У меня есть беспроводные, не блютусные наушники, которыми я пользуюсь уже почти 15 лет. Видео по замене аккумуляторов в них также было. Они подключены через отдельную звуковую карту к компу, а есть цель их также подключить к моему медиакомпу, чтобы и телек смотреть также через них. И подключив сюда два провода, которые идут из аудиовыходов разных компьютеров, получаю общий единый выход, который с помощью кнопки будет чередовать звук от разных нужных мне устройств. Сразу скажу, что вот этот переключатель я как раз хотел в корпусе, но почему-то такого в корпусе нет, а тот, который есть, хоть он и лучше, стоит в 20 раз дороже. Лучше он тем, что кнопка там имеет больше контактов, и из увиденного на фото в описании, я так понял, что там общий сигнал отсутствует, то есть совмещение контактов от разных устройств с исходящим аудио не происходит. Ну и корпус с более удобными выводами всех гнезд по одну сторону. Но не пойму, почему такая разница в цене. Раз в пять из-за кнопки и корпуса я бы еще понял. Тем не менее, к своему переключателю, который естественно проверил, я претензий не имею. Теперь осталось сделать себе 15-метровый кабель с миниджеками на концах, чтобы достать от второго компа и можно пользоваться. Следующая платка – это преобразователь напряжения. Если подать сюда от 0,9 до 5 вольта, то на выходе будет 5 вольт, с током до 600 мА. КПД указан как до 96%. Можно подключить к аккумулятору 3,7 вольта или вообще к батарейке на 1,5 вольта и получить 5 вольт. Тут уже каждый сам себе хозяин в представлении, как это использовать. Я лично когда-то хотел сделать 5 вольт от батарейки. Правда, если запитать именно этот преобразователь от одной пальчиковой батарейки, то на выходе будет небольшой ток – до 200 мА. Сейчас, скорее всего, вряд ли буду такое делать, но уверен, что пригодится в жизни. Цена у этого преобразователя смешная. При всем представлении о роботизации производства при гонке за ценой и все остальное, я не могу понять, как такая штука с доставкой через полпланеты может стоить так мало – лишь треть доллара. Звучит поясная. Утяжение. Транцет. Продолжение следует – прошлое. Транцет. также заказал преобразователь который понижает напряжение так если подать от 4.75 до 23 вольт то на выходе можно снять от 1 до 17 вольт в общем особо тут объяснять нечего все и на практике немного хочу возвратиться в начало видео коль я уже начал рассказывать про попытку подключить микрофон через bluetooth приемник и передатчик хочу показать этот микрофон при подключении безо всяких bluetooth при подаче питания и соединения со своей usb внешней звуковой картой звук получается в таком качестве в каком сейчас меня слышно как по мне лучше даже чем мой способ записи обычно напишите кому какой звук больше понравился я хочу придать этому микрофону нормальный для использования вид есть у меня идея поместить в корпус конкретнее все провода в пластиковую трубу вывести питание и подключение сигнала через штекера и использовать его по назначению осталось лишь собраться с мыслями и выделить время со вторым сложнее полезные переходники и преобразователи настолько мало стоят что их хотя бы из-за цены нужно иметь на всякий случай ссылки на полезности в описании оценивайте видео подписывайтесь на канал обязательно будут еще видео разных девайсах если есть вопросы можете задавать их в комментариях постараюсь ответить на них всем спасибо и до новых встреч